Соловецкий камень Камень привезли с Соловецких островов, которые для многих стали символом репрессии в Советском Союзе. Соловецкий камень Russia Beyond the Headlines пытается рассказывать о России так, как никто этого не делает. Наша команда считает важным не вычеркивать ни один из исторических этапов, а скорее помнить о них, анализировать их, сопоставлять с тем, что происходит в нашей современной действительности. Первая ассоциация, которая возникает, когда я слышу «Соловки», когда я раньше слышала «Соловки», это, конечно, ГУЛАГ. Когда я узнала, что у меня была возможность поехать туда, я, во-первых, очень обрадовалась, во-вторых, обрадовалась еще больше, потому что у меня была возможность туда поехать в составе съемочной группы. Монастырь 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 Недалеко от Полярного Круга из Белого моря поднимаются острова. В России их называют «Соловками». Они притягивали жителей материка с давних времен. В сознании древних людей «Соловки» находились на границе с потусторонним миром. Их можно было посещать только для совершения обрядов, захоронения вождей и героев. А в XV веке на островах обосновался монастырь. С тех пор духовная жизнь «Соловков» замирала только во времена Советского Союза. Монастырь 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 есть в религии, в вере. Другое дело, по качестве этой веры можно устроить или что-то там доносить. Советский период, хотя вот были гонения и, в общем-то, пострадали десятками тысячи существу расстрелянных, продавших духовенство за старинский период. И осталась горстка. И как говорят, что белые платочки сохранили церковь женщины. Мужчины боялись, работа много лишилась. А юноши выстрелили в храме, то он, по-моему, в развитии карьерных, в Ивановской период. И вот женщины ходили, молились, и вот церковь выстрела женскими молитвами в советский период. В 89-м году первые братья пришли и совершали богослужение в часовне в честь святителей Филиппа. Затем далее второй этаж Никольского корпуса. На первом этаже был большой продуктовый магазин с виноводочным отделом обширным. В соседнем здании в этой стране действовал клуб с дискотекой. Вот так все начиналось. Ну, не говоря о том, что, конечно, крайне скудные такие были средства к существованию. Они просто выживали, благодать помогала. Ну, и окружающее население смотрело на вот этих первых насильников как некоторые недоразумения, которые скоро разрешатся. Когда маленький деревянный монастырь готовился превратиться в каменный Кремль, он стал служить в том числе и тюрьмой для сына. Монахи взяли их содержание на себя. Царская тюрьма просуществовала на островах почти четыре столетия до создания Соловецкого лагеря особого назначения. Туда отправляли, что называется, на исправление людей, которые совершили религиозные или государственные преступления. Поэтому там содержались люди, обвиненные в ереси, провинившиеся священнослужители, государственные преступники. Эта тюрьма имела плохую репутацию, потому что заключенные монастырской тюрьмы содержались в тесных камерах при плохом питании. И самое главное, самое страшное было то, что это была тюрьма бессрочная. Людей заключали туда, что называется, доисправление, а кто и как должен был принять решение о том, что заключенный исправился, это не оговаривалось. И чаще всего это заключение превращалось в пожизненное. И иногда, если человек был крепок здоровьем, он мог проводить десятилетия в этом заключении. И выпускали на волю уже ветхого старика, который уже, скорее всего, не выезжал никуда с Соловков, а оставался, собственно, доживать свою жизнь в том же самом монастыре, просто не в заключении, а так, как жили там обычные монастыри. Уже в 19, 20, 21 годах на севере Архангельской области создается первая сеть концентрационных справительных лагерей. А в 1923 году Соловки становятся главным лагерем для всего севера России. И очень быстро все монастырские постройки, которые были созданы для разных целей, и богослужебными, и жилые, и хозяйственные, превратились так или иначе в помещения лагеря. И дальше 10 лет слово «Соловки» значило уже не место святости, а самую страшную тюрьму Советского Союза. Это был самый большой исправительный трудовой лагерь СССР в 20-х годах. И это было место, которое пугали людей. Я по распределению приехала сюда, мастер-цветовод-декоратор. Ставки цветовода не было, была ставка садовника, вот оформили садовником. Ну и потом, да, служилась, так можно сказать, до заведования отделом. Семья появилась на острове, семья появилась. Наверное, поняла, что это сад, это мое. Ни разу я даже не слышала о них, хотя я жила в Архавистском области, я не знала, что существует Соловки. Нам распределение просто пришло, сказали, что вот уже двух девушек надо отправить. У меня подружка была командиром группы, а я была, я не помню, кто я уже была. Вот и нас двоих сюда отправили. Ну я решила, что я еду, я позвонила, я говорю, Лена, ты как хочешь, я поеду на Соловки. Она говорит, ну что я с собой, значит, поеду. Мы поехали, я приехал, так мы здесь вместе остались. Теперь наши дети дружат, дети, дети, как мы называли, дети сада наши уже, теперь уже внуки появились. Первый год, помню, это было 28 мая, 28 мая мы приехали, это день пограничника, это была жара, около 30 градусов была, слушайте, мы в тот же день купались в озере, и здесь были тюльпаны, вот не соврать, мне по пояс. Вот что меня поразило, вот то, что вот дача вот сими синими, да, и вот такие тюльпаны огромные просто. Такое ощущение, как вот, ну как говорят, что в Голландии такие большие. Вот у меня тогда такое впечатление отразилось, и трава была очень высокая, потому что было очень тепло в моей, в 1984-й год. А на Александровской, я не сказала, там же часовня была вся вот в таких деревьях. Там еще у нас лесоповал был, мы еще представляли, когда у нас работники музея сквозь части пилили, а мы ветки эти перетаскивали на Костровище, я говорю, ну чем не ГУЛАГ? Мы еще смеялись, что, говорю, интересно, как там же, ну там же заставляли работать, но это смешно, конечно, вот так, может быть, я так сказала некрасиво, но все равно это вот какое-то было представление о том, что, говорю, как люди работали вот когда на лесопровалах, да, и вот мы с горки там стащили пять веток, и мы уже все устали. Вот мы им говорили, говорю, а как же люди вот в снег, да, ползали там, вот им же была норма у них, там пять, допустим, этих деревьев женщина должна была обрубить. Так вот мы на себе испытали, что это очень тяжелый труд. Там, допустим, эти пять деревьев, по-моему, месяц, месяц мы эти ветки только переносили, но по снегу это же тяжело переносить. Сить просто-напросто. Тридцатые годы двадцатого века на Соловках создали тюремный полигон. Вдали от посторонних глаз здесь отрабатывали приемы охраны, определяли нормы питания и использование принудительного труда. Здесь же обсуждали практики расстрелов и применения отравляющих газов. Охранники, прошедшие подготовку на Соловецких островах, возглавили впоследствии лагеря на управление по всему Советскому Союзу. Для того, чтобы поддерживать режим террора, существовала целая система штрафных изоляторов. Их было на Соловецком архипелаге несколько. Самый известный из них на Секерной горе. Секерная гора – это самая высокая точка Большого Соловецкого острова, и там, на самой высокой точке, стоит храм, венчанный маяком, церковь-маяк. И вот этот храм был превращен в штрафной изолятор. Секерная гора, которую заключенные называли просто Секерка, и это было самое страшное место. Считалось, что человек, попавший на Секерку, имеет очень мало шансов вернуться оттуда живым. Там был установлен чрезвычайно жестокий режим, более жестокий, чем карцерный. На Соловках в качестве средства пыток чаще всего, потому что это проще всего, использовали просто природные стихии. Мороз. Голого человека выгнать и оставить на несколько часов на морозе. Летом комары, опять же, раздетого человека, выставить неподвижно для того, чтобы комары грызли его. Ну, молод, содержать человека в нетупленном помещении из еды. Когда я туда попала, вот ощущение, что история проходит, ну, как сквозь тебя, да, то есть она касается тебя лично, она чувствуется как будто всем существом, она как бы проникает вот через кожу, то есть это очень какое-то сильное ощущение, и для меня это очень страшное место. И я там не сделала ни одной фотографии. Как-то вот только, ну, общее впечатление, ты им как-то наполнился, но его очень сложно и выдержать. Очень сильное, очень страшное место. Человеческие потери, которыми сопровождалось функционирование этого лагеря, не могут быть подсчитаны. Это не потери человеческих тел. Это потери культуры, интеллектуальные потери. Это потери будущего. Каждая человеческая личность несет в себе огромный потенциал будущего для всего общества. И каждая утрата человека – это отрубленная альтернатива. Мы не знаем, каким был бы наш мир, если бы эти люди не были там уничтожены. Превращение этой территории в нормальное место, где живут просто люди, относится уже к 60-м годам, когда там появились какие-то водные производства. Ну, небольшой завод, который перерабатывал водоросли, им нужны были рабочие руки. Когда там открылся музей, соответственно, там появились музейщики со своими семьями. И небольшое количество людей, которые обслуживают езжающих туристов. Вот с этого момента на Славецком архипелаге появилось постоянное население. И в значительной степени эти люди населили те же самые монастырские лагерные постройки, в которых до них жили поколения невольных насельников этого места. Тысячи человек, чуть более тысячи живет на острове сейчас, включая детей и пенсионеров. Условно можно сказать, что там половина работоспособного населения работает в музее, а вторая половина работает во всей инфраструктуре. Плюс есть пенсионеры, которые тоже являются бюджетниками, да и есть дети, которые тоже являются бюджетниками. Фактически это бюджетный поселок, причем это дотационный бюджетный поселок с постоянным минусовым, ну с дефицитом просто бюджета, который добавляется из районов, да, вроде как, или из области. Но опять же казус, да, то есть деньги-то проходят здесь, уходят туда, и здесь дефицит бюджета. А вот где-то там он явно не дефицит совсем. Вот хотя бы там десятую часть вот того, что туда уходит, здесь оставлять. Естественно, здесь было бы намного лучше, чем то, что вот вы сегодня видите, когда проезжаете. Эти грязные разбитые дороги, да, там отсутствие канализации в поселке и прочее, и прочее. Вот. Это можно было сделать намного проще. Труб-бизнеса работают реже, в основном. Потому что, к сожалению, мы не видим, да, вот я сколько лет здесь уже работаю, я не вижу возможностей, я не вижу даже желания в местном населении работать в том темпе, в котором работаем мы. Потому что, ну вот у нас, когда люди приезжают, да, мы говорим, ребят, три месяца, нет выходных, вы работаете с 8 утра уже на работе, и до 9, до 11 вечера. И темп очень жесткий в работе, ну, даже по мне видно, да, как я вот работаю. Вот. Далеко не каждый местный на это пойдет, точнее, большинство местных не пойдет, потому что, поверьте, легче сдать квартиру, точнее, комнату, да, там, с двумя кроватями за 2000 рублей в день. И пусть это будет, предположим, один месяц, да, но это будет 120 тысяч рублей. И это всегда легче, чем те же 120 тысяч рублей заработать тяжелым трудным гидом. Поэтому, нет, я считаю, и вот, я это открыто говорю, что я считаю, что все-таки, с одной стороны, местное население, оно развращено, просто развращено легкими деньгами. И поэтому местного мы, к сожалению, мы пытались набирать, и гидов пытались набирать из местного населения. Но, во-первых, бич вот такое развращение, да, и еще бич такой необязательности. И поэтому у нас есть, конечно, местные, которые работают, но это в основном люди, либо водители, либо капитаны. То есть те люди, которые знают, что такое график, да, очень четко в нем держатся, вот они работают. Все остальное, повара, всех буквально, туркомплексов, гостиниц, да, гиды, естественно, как и музейные, музейные студенты, у нас вот, да, не студенты, но тоже приезжие, горничные, уборщицы, там, все остальные должности, вот, при туризме, это все приезжие абсолютно на сезон. Поэтому, понятно, что если, там, люди за 70 лет, да, привыкли сидеть на бюджете, то вы попробуйте их заставить и шевелиться, никогда это не произойдет. Это не одно поколение должно пройти, чтобы вот родилась такая деятельная масса народа, да, критическая, которая бы действовала. Уезжают постарев, конечно, копят деньги, да, там, покупают квартиру на материке, где-то поежнее покупают, уезжают. Дети уезжают, естественно, учиться. Бывают возвращаются, бывают не возвращаются, тут по-разному. Словки, конечно, очень многие нравятся, и вот когда, помню, уже, наверное, лет 7 где-то назад, совещание, одно было там, при губернаторе, и один из священников высказал на совещании такую мысль, а вот откуда мы знаем, да, давайте проведем опрос среди соловчан, вдруг они все хотят уехать. Вот. Вот. И один умный политик, он сказал, стоп, ребят, зафиксируем, да, в протоколе, вот что сказал товарищ священник, и проведем опрос. Провели опрос, 87% соловчан никуда уезжать не собираются, не хотят и даже не думают об этом. И поэтому этот опрос сразу был спрятан под сукной, и нигде озвучен больше не был. Вот. Но вот я помню эту историю, да, как это происходило. Поэтому мы понимаем, что соловчане никуда отсюда уезжать не хотят. Место-то комфортное, здесь тепло, и зимой, и летом, здесь чудесный климат, здесь грибы, ягоды, рыбалка, да. Здесь летний период, когда ты можешь вот, за летний период ты поднапрягся в туризме, там, где-то, да, чего-то подзаработал, плюс ты все равно же где-то работаешь, получаешь бюджетные какие-то зарплаты, вот. Ты накопил себе денег, по крайней мере, на зиму хватит, да, зимой у тебя есть снегоход, опять же, там, рыбалка, лыжи, чистый воздух, белый снег, а не как в Москве черный, да. Поэтому, а зачем отсюда уезжать? Здесь хорошо, красиво, вот. И если ты ничем не занимаешься, что требует от тебя подвижности, да, вот как от меня, я бы тоже с удовольствием тут сидел бы, если бы я сидеть умел. Ребалда, я сейчас немножко поясню, это небольшой поселок, если его вообще можно назвать поселком, там, по-моему, 10 домов или что-то такое, на самой окраине острова. То есть от монастыря до Ребалда примерно, по-моему, 16 или 17 километров. Мы туда добирались довольно долго и упорно. Встретили мы там не очень приветливого с виду мужчину в придиновых сапогах. Герой этот был Андрей, и вот он ездит туда уже 8 лет, и каждый год, начиная с первого года, он после сезона говорит, нет, все, больше не поеду. Но каждый год, когда там проходит Новый год, март, апрель, он чувствует, что его туда тянет. И вот уже 8 лет он не может избавиться от этой зависимости от островов, он туда приезжает, приезжает. Я подозреваю, что будет приезжать еще не один год. КОНЕЦ Тут стоят дома, я даже смотрю по описи, там, с 30-х годов, что-бы, или... И добывается, что это все дедушкиным способом. То есть косой, потому что если добывали только МСТБ, то есть сюда ехали, там же всю фолну-то портят. Ну, кошка, я не знаю, тоже все загребается, все эти резоиды, они же на камнях растут. Попробуйте вот именно что-то косить, что-то сохранять. Затюмковываем в ящике, судно приезжает, ну, как там через весны, ну, в смысле, пропускаем это все. А там уже дальше пошло, там уже... Ну, водоросли уже выбираются, которые там для обмотки, опять же, пищевую продукцию. Ну, опять так же все расходится. Там маски, шампуни, ну, все вот это вот делают. Соли, лавангии, как говорили. Соли, лавангии, как говорили. Здесь как бы жизнь приостанавливается. Здесь начинают медленно волосы расти, медленно ноги расти. В смысле, вот такой вот процесс. У нас же есть такие интегенты, которые уже по 20 лет лет. Представляешь, вот, допустим, там, ну, не та, которая в конторе сидит, там, допустим, есть, там, на кандидатской работе, допустим, а которая вот непосредственно сюда уже вот везет. Представляешь, вот те, которые, там, с 80-го года. Представляешь, видишь, ну, сколько там живешь еще, сколько они здесь уже вот это вот, подработали. Что, посмотришь, блин, дедушка стоит, ну, 60 лет, это, ну, 40-го года, что-то, знаешь, вот, стоит, ну, сидит там, в этом самом, младеннице, фуфайте, там, в море выходит, но он стоит без рукавочки, знаешь, на него посмотрят, на него самое, передергивают, от холода, знаешь, как бы, ну, он срит, хо-хо-хо, работает, блин. В общем, вы можете, наверное, вероятно, вероятно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok